Знаете, что жизнь без психических отклонений означает жизнь, в которой человек очень сильно соединён с Богом. В этом соединении человек чувствует победу над своей судьбой. И тогда его разум твёрд, ум спокоен. Жизнь без психических отклонений означает разум твёрд, то есть соединён с Богом, а ум спокоен. Без спокойствия ума счастливым быть невозможно, а без счастья нет. В нормальной жизни все эти беспокойства, раздражения означают нехватка энергии внутренней. И всё это означает отклонение. У каждого человека есть отклонение. Но есть люди, которым тяжело просто по судьбе, тяжелее стало, а есть, которым легче. Есть только один вид психического отклонения, на который стоит обращать внимание действительно. Это неправильное мышление. Неправильная философия. Понимаете, вот это вот серьёзный вид психического отклонения. Он приводит к тому, что человеку начинают обладевать духи в какой-то момент. И это уже называется психическое заболевание. Но если человек срывается просто сильно, и потом трезвеет, и раскаивается, то это управляемая ситуация. Он режет себя пальцем, он пытался отрезать себя пальцем, он может видеть себя пальцем, он может там... Но ему тяжело, значит, больно сильно. Я боюсь, что он же такой причинитель какой-то увечья, и я очень этого боюсь. И у меня маленький ребёнок, у меня сын 8 лет, я боюсь, что это может всё происходить при нём. И он... Я абсолютно никак не могу. Я его успокаиваю. Прошу прощения. Если человек находится в невежестве, надо жить отдельно и молиться за него. Невозможно жить с таким человеком вместе. Из три состояния сознания людей. Первое состояние. Человек находится в невежестве. То есть, его эго настолько сильно деструктивно влияет на ситуацию, что человек не может себя контролировать. Такие люди или имеют очень серьёзные вредные привычки, или они ведут себя очень агрессивно по отношению к другим или к себе. Такие люди могут быть асоциальными. То есть асоциальность означает ненависть к кому-то очень серьёзной, к другим людям, духовным традициям и так далее. Когда человек находится в невежестве, с ним невозможно строить близкие отношения. Но при этом это не означает разрушение семьи. Надо научиться находиться на дистанции от этого человека и молиться за него. Чтобы молитва очистила его сознание и перевела его из состояния невежества. Невежество — это всего лишь покрытие разума эгоизмом. Это уровень покрытия разума. Понимаете, в человеческом теле покрытие эгоизмом можно преодолеть с помощью молитвы, духовной жизни, даже близких людей. Человека может озарить, просветлить. Но у животных покрытие настолько сильное, что у них разум не включится никогда. Потому что для этого не существуют возможности психики в тонком теле. Они закрыты. Поэтому невежественный человек, он в принципе ведёт себя как животное. То есть он не управляет, не понимает, как правильно делать. Но он не животное, он человек. И разница именно в этом, что за него молясь, можно очистить его. Тогда можно пробовать жить вместе. Но обычный опыт показывает, что это идёт циклами. Невежественный человек не может сразу выйти из невежественных состояний. Он несколько попыток обычно делает. Поэтому можно сближаться, уже зная, что придётся опять разлучиться. Потом опять сближаться на подольше. Потом ещё. И потом в какой-то момент он уже стабилизируется. Но условие такое. Во время молитвы вы должны почувствовать, что этот человек хочет изменить себя. Если он раскаивается и хочет изменить себя, значит тогда постепенно всё получится. Но первый этап — это жить в сердце рядом с ним. Не телесно, а в сердце. Спасибо. Страстные люди — это те люди, которые ведут себя нормально, они адекватные, всё. Они ведут себя нормально, но они очень сильно привязаны к внешним идеям. Не к настоящему счастью, то есть любви, гармонии, отношениям, Богу. Не к настоящему счастью, а к внешним идеям сильно привязаны люди. То есть нам нужна квартира, нам нужен статус в обществе, нам нужны деньги и так далее. Люди к этому очень сильно привязаны. Такие люди, они в принципе хорошие, нормальные люди. Они не такие неразрушительные по своей природе. Но у них нет возможности по-настоящему любить. От них нечего этого ждать. Они могут наслаждаться рядом с тобой, то есть быть влюблёнными. Наслаждаться рядом с тобой, испытывать счастье. Говорить, что я тебя люблю. Могут ухаживать, заботиться. Могут испытывать чувства очень сильные. Но если человек не имеет внутренней основы, его тянет к внешним вещам, его цель жизни внешняя, а не внутренняя. У него нет стремления к Богу, нет стремления к молитве, нет стремления к самосовершенствованию, нет совести, нет понимания глубокого смысла человеческой жизни, то этот человек никогда не может быть верным до конца. И поэтому не надо сильно рассчитывать, что пока этот человек не поменяется, не надо сильно рассчитывать, что он тебя не бросит. Он пытается говорить об этом, пытается говорить о разводе. Я должна как-то его останавливать? Или если он сам хочет... Вам вообще на эту тему не надо с ним говорить. Он предлагает, он говорит, давай разведёмся, я не могу. Он меня обосилами. А вы говорите, что я не развожусь никогда, я не склонна к этому. Просто молитесь за него. Если он сам это сделает... Сам сделает, это его делают. Ну, конечно. Спасибо. Ваша вина будет только в том, если вы сердцем не исправляете ситуацию, а просто ждёте, тогда вы виноваты. Если вы молитесь, раскаиваетесь во всём, тогда всё будет хорошо. Я не договорился с ним. Поймите, самое главное, что вы должны понять из этого всего. В этом мире не бывает просто людей, которые почему-то сваливаются на нашу голову. Вот это самое главное, и первое, и самое сложное, что вам нужно понять. Этот человек вылетворяется олицетворением вашей судьбы. Вы так сами себя вели до этого, понимаете, когда-то. И поэтому вы получили этот экзамен. Это сложно понять и принять, но когда человек понимает и принимает это, какой бы сложный экзамен ни был, на какой бы дистанции с этим экзаменом не нужно было бы себя вести, всё равно человек оказывается победителем. Проигрывает в своей судьбе тот, кто считает, что этот человек плохой, я хороший, поэтому пошёл он подальше, и я найду себе лучше. Вот этот человек, который так думает, он никогда судьбу не победит. Даже бывает так, что человек не может справиться со своей судьбой, и судьбой семья разрушается. Но он при этом не считает, что этот человек не мой, мне надо найти себе лучше. Он так не считает, он просто понимает, что он не справился, раскаивается в этом, но ничего не может сделать. Такое бывает. Если вы правильно всё будете понимать, тогда вы победитель своей судьбы, и дальше всё будет лучше в вашей жизни. Но вот почему я вам это сказал, потому что вы видите, что пока дальше всё становится хуже, а не лучше. Это значит, что вы неправильно относились к тем, кто был до этого. Спасибо вам, что вы согласились. Значит, всё идёт хорошо. Спасибо.